Сейчас по всей стране идет полемика по коронавирусу. Значит, вот по телевидению сегодня на Москве, там на 20 с лишним человек увеличилось, заболевашек. Мы собираемся здесь на оперативное совещание, и сейчас надо, как можно короче это совещание проводить, и как меньше народу собирает на это совещание. А мы раздуваем это вот сейчас, но час уйдет опять с лишним, не знаем, кто же такое болезнь. Люди начинают заболевать уже, и у нас, вот, надо к нам прислушаться, у нас управляющие компании. Через нас идут народу, очень много людей со всех домов, и мы тоже в каком режиме должны работать, потому что мы боимся тоже, сотрудники начинают заболевать, начинают какие-то, там, вирус не вырос, но все равно болеть начинают весна, и какие-то меры надо принимать и в городе, и вот чисто по нашим управляющим компаниям какой-то режим устанавливает работу в конце концов, потому что нельзя, народ идет разный, мы его не знаем. Почему только в вашей компании, все компании даже работают. Я говорю, что дальше там про него. Почему только мы короче? Ну, народ больше идет, наверное, чем любой другой. Этот вопрос, конечно, очень серьезный, да, на всю страну, на весь мир. Роспотребнадзор разработал памятки. Как действовать, в каких организациях, какие режимы работы, что надо предпринимать, что надо делать сотрудникам, как надо себя уберечь. Вот эти данные памятники, эти памятки у меня есть, я разошлю, пришлю и в администрацию, и у правящей компании, наверняка, и у медиков это есть. Вот на каждом совещании, сейчас в каждом районном центре представитель Роспотребнадзора присутствует, и это все дело объясняет. Есть рекомендации, раз, плюс есть наглядные картинки для граждан, они там цветные. Я разошлю в каждую правящую компанию сегодня, на каждой электронной адреса, и попрошу разместить на информационных стендах, чтобы люди знали тот минимум, который необходимо будет, как каких-то мер защиты, чтобы уберечь себя, своих близких и окружающих от распространения этого вируса. Там, в принципе, все просто и понятно расписано. А с другой стороны, вот есть такая статистика, интересная передача, была выступала один из докторов наук Российской Федерации, ну, наверное, медики тоже знают, можете меня опровергнуть и подтвердить. Самая большая смертность на зимовом шаре от гриппа. Следующий идет, по-моему, раковые заболевания, только потом ВИЧ-инфекции, а коронавирус и все остальное, это где-то позади. Это просто ажиотаж созданный. Опять же, кому-то что-то на этом вирусе надо было сделать. Сделали. Здесь ничего смертельного и ужасного нет. Еще раз говорю, от гриппа и от рака умирают больше в разы людей. В сотни раз. Поэтому то, что сейчас говорится, это просто созданный пиар чего-то и кому-то. Поэтому здесь действительно мыть руки, разговаривать друг с другом на определенном расстоянии. Есть зона безопасности, зона комфорта до одного метра между людьми. Не подходить друг другу близко. Заявки принимать строго по телефону или по электронной почте. Я поддерживаю Натальевичу, приходит кашлявать. У вас секретарь сидит рядом. Дети тоже кашляют. Вообще, все боятся. Как момент можно, наверное, разработать, а не легкий пояснить. Опять же, пояснить объявления. Можно сделать также объявления в той же газете вместе. Можно сделать через интернет, через самолучие ТВ, можно учить вон. Я правильно, что вы... На данный момент, пока идет вирус, как правило, вот насколько опять я знаю, его скорость устранения и температура. Вот здорово. Температура, его активные фазы там, по-моему, плюс 5, плюс 9 градусов, да? Опять же, вот можете меня подтвердить или опровергнуть. Я источники из средств массовой информации о том говорю. Когда будет более-менее положительная температура и влажность воздуха уменьшится, тогда скорость обстановления, ну, любого вируса, она уменьшается. Поэтому здесь, опять же, меры гигиены, меры безопасности, марлевые повязки. Марлевые повязки, многие говорят, в магазинах исчезли, в аптеках. А вчера Балакуинская ЦБ заложила, что они изготавливают там в сутки. Вся область делаете? Вся область делаете. Порядка 500 штук в день они изготавливают. Поэтому то же самое, раньше у нас не было ни подгузников, были марлевые подгузники, марлевые повязки. Вот, пожалуйста, применить руки и знания, опыт, научить новое поколение изготавливать эти марлевые повязки в техникум, в школах, на предприятиях, на производстве. И это не смешно. Вот это как раз тот момент, когда не смешно. Коллеги, я еще хотела сказать, что издан указ губернатора Международской области о введении режима повышенной готовности с 15 марта текущего года. Что самое главное? Первое. Воздержаться от заграничных командировок. Вообще запрет на это. Второе. Воздержаться от поездок за границу. Третье. Не проводить мероприятия с численностью участников более тысячи человек. По крайней мере, в Нижегородской области пока вот такая цифра. В Московской области намного меньше, там до 50 человек. У нас пока не более тысячи человек. Всем приезжающим из-за границы есть телефон, по которому необходимо сообщить. В Нижегородский территориальный центр медицины катастрофы о своем прибытии. И еще самое главное, что должно происходить у вас на рабочих местах, не допускать на работу людей с повышенной температурой. Поэтому, мне кажется, надо Сергея Валерьевича послушать в данной ситуации. В плане вирусной инфекции, я мониторил детскую пиклинику, в основном, показательные цифры. Если было после 8 марта 80, то вызов, в среднем, во вторник, то на сегодня, на вчера, на 60. То есть, уменьшится на 25%. Вот по коронавирусной инфекции, значит, как уже явились все массовые информации, пострадавшие, вернее, заболевшие, как был один человек, так он остался. Но их случаев не зарегистрировано. Мы говорим про район или про область? Про область. Ну, то есть, это касается района. Значит, остаются потенциально опасными люди, которые вернулись из-за границы, особенно учитываются 4 региона. Это Южная Корея, Китай, Италия, Иран. Вот, да. И люди, которые с ними контактированы. Вот за ними особо наблюдение. Продолжаем брать анализы на коронавирус у заболевших пневмониями и вот у контакта таких. А чем он отличается от гриба по симптомам? С симптоматикой похожая. Тем более, очень похожа со свинным грибом. Очень похожа симптоматика, потому что инкипиаторы, каши, боли в ромной клетке. И могут быть разные дополнительные, там, ежепистолы, боли в животе, все могут быть. Главное для нас это репетанамнез. То есть, откуда приехал человек и были какие контакты. Вопросы, кстати, у меня есть, что есть? Мне кажется, у нас следующие. Да, спасибо. А по муниципалу, это указ, он является действующим, это диреководство действует. Если так, то я скажу вам 13.03.2020, номер 20, указ губернатора Международской области, номер 27.